Доброе утро! Вы смотрите нашу новую умную рубрику. Большинство в Приднестровье говорит на русском языке. Но насколько правильно звучит русская речь в нашей республике? Грамотно ли мы строим предложение? Верно ли пишем или печатаем те или иные слова? Итак, отправляемся на улицы столицы с каверзными вопросами. И не смейте убегать от наших телекамер. Погнали! Слово моему соведущему. Приветствую всех, друзья! Это Утролайт. Меня зовут Максим. Ими я вышел в город, чтобы узнать, насколько грамотны наши жители-приднестровцы. В частности, те, кто сейчас прогуливается по столице. Я предлагаю прямо сейчас начать. В первую очередь мы будем узнавать об ударениях в достаточно известных всем словах. Девушки, дайте, пожалуйста, пару ответов. Я такой же с мобильным телефоном, как и вы. Я не хочу летать, спасибо. Ребята, ответьте на пару вопросов. Куда? Куда? Маршрутки не закачиваются. И фирмолога по городу. Шелковица, правильно? Шелковица. Или шелковица? Шелковица. Или шелковица? Шелковица. А какое проверочное слово? Шелковник, наверное. Или шелк? Шелк. Учился в школе? Да. Сейчас где учишься? В инженерно-техническом институте. Какой курс? Первый. Шелковица. Шелковица. Да, согласен. Шелковица. Шелковица. А почему? Проверочное слово какое? Шелк. Тогда получается шелковица. Знаете, что такое тут? Нет. Тут? Знаем, что такое батут. Батут он, в принципе, сосуд. Тут это такое дерево. Вот на нем растет шелковица или шелковица? Шелковица. Шелковица. А вы? Шелковица. Это дерево, по-моему. Шелковица знаешь, что такое? Нет. Шелковица. Нет. Предположение, шелковица правильное или шелковица? А, шелковица. О, это хорошо, это хорошо. Шелковица, наверное. Парень не знает, что такое шелковица. Вы серьезно? Может быть, он не местный? Слово шелковица произносится верно именно так. Это очень, очень и очень распространенная ошибка. Наверное, единицы произносят это слово правильно. А если неудобно произносить шелковица, тогда говорите плоды тутового дерева и не ошибетесь. А может быть, парень знает шелковицу именно под этим кодовым названием. Тутовое дерево. Баловать или баловать? Все-таки баловать. 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 Баловать, баловать или баловать? Баловать. А почему баловать? Ну, балованы. Балованы, значит, баловать. 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 Второе слово, которое тоже в основном произносят неверно, это баловать, не баловать. Ударение считается правильным, если оно совпадает с ударением в большинстве аналогичных слов. Если рассматривать аналоги слова баловать, то мы видим, Волновать, пожинать, рассказать, нагибать и тому подобное. И Максим, конечно, прав. Ударение в слово «мастерски» ставится на гласный и третьего слога, согласно орфоэпической норме русского литературного языка. К хорошему быстро привыкают, вот и к слову «мастерски» можно привыкнуть. Просто введите его с верным ударением в свой лексикон. Кстати, словарь трудностей русского языка Розенталя и Теленковой отдает предпочтение традиционной норме «мастерски», сопровождая вариант «мастерски» пометкой «разговорная». Вот так вот. А теперь перейдем к правильному написанию существительного бюллетеня. Слово «людям на улицах». Произнесите по буквам слово «бюллетень». Би, лю, л, ю, т, е, н и мягкий знак. Би, лю, л, ю, т, е, н, мягкий знак. Бю, л, тень. А по буквам? В смысле? Бе, ю, л, е, т, е, н, мягкий знак. Ваша версия? С двумя л. Просто две л и все? У-у-у. Бюллетень. Или через е. Бюллетень. Бюллетень. А вы меня спрашиваете? По-моему, две л, да? Так, начинается слово с двух л. Бюллетень. Да. Бю. А по буквам? Бе, ю, л, л. Ю. Те. Вот я не помню, тень или тень. Е, е, н, мягкий знак. Бэй. Бэй. Ю, вторая ю, две л, е, т, е, н, мягкий знак. Да, молодец, хорошо. Бюл. Две буквы л. Е, т, е, н. Это, знаете, что это балуют вордовские подчеркивания, когда они запоминают? Я бы сказал балуют. Балуют? Ну да, баловать. Ну мы же уже научились произносить верно слово баловать. Забыли? Баловать. Баловали. Балуют. Балуешь. Балуем. Ох уж этот ворд совсем разбаловал нас. А теперь вернемся к правильному написанию слова бюллетень. Пишется оно так. Его просто необходимо запомнить, так как оно словарное и к нему невозможно подобрать однокоренное проверочное слово. Пришло время прощаться до следующей недели. Включайте программу Утролайт в воскресенье в 10 утра. Снова поумничаем вместе. Продолжение следует.